Масштабный ремонт теплосетей традиционно проходит в 7 этапов. В мае гидравлические испытания провели в районе лесобазы на Доме обороны Майки из-за Тюменки. В середине июня опрессовки прошли на Червишевском и Московском трактах. Следом по плану был центр города. В восточной части Тюмени испытания на сетях проведут в конце июля-начале августа. Завершится сезон коммунальных работ в Зарике. Уложится ли в сроки, спросим у начальника отдела подготовки и проведения ремонта в теплотюмени Валерия Феденко. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Петрович, все-таки интересует вопрос. Каждый год ремонт делается, а аварии все равно случаются. Вот, например, только за эту зиму было около 4 тысяч порывов. Почему? Ну, начнем с того, что теплотюмени на сегодняшний день обслуживает 533 километров тепловых сетей. Это, скажем, немаленький объем работ. Значит, ветхость сетей еще подвержена некоторым факторам природного характера в связи с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому сети приходят, как бы, быстро изнашиваются. Ну вот, теплотрассы уже прошли половину своей проверки, да, уже половину теплотрассы испытали. Какие выводы можно сделать уже на этом этапе? Гидравлические испытания как раз и выявляют те слабые участки, которые мы можем в межотопительный сезон привести в порядок. Вот, мы закончили четвертый этап этих испытаний, 45 километров, 13 из которых мы на сегодняшний день ремонтируем. А что насчет бесхозных сетей? Ну да, есть такая проблема бесхозных сетей, и она все увеличивается и увеличится с каждым годом. Но принимаем, принимаем, ремонтируем, понимаем, что недолго время стояли без соответствующего обслуживания, поэтому приходится их ремонтировать. Это накладывает тоже определенный отпечаток. А в каких районах города они в основном? Так в разном. Там, где вот новостройки были, то есть строители вставляют сети, не передают как положено эти противомения, им проще бросить. Потом при выявлении уже приходится практически их менять. Ну вот если случится такая ситуация, что будет вынужденная все равно задержка, отключение горячей воды, людей за сколько дней обязаны предупредить об этом? По законодательству за три дня. Только единственное, если будет аварийная ситуация, то мы в течение суток обязаны данную аварию устранить. Ну вот бывает такое, что управляющие компании присоединяются к вашему ремонту, им также выгодно отключение горячей воды, и они делают ремонт внутридомовых сетей. Вот как выяснить, по чьей именно причине нет горячей воды? По вашей или по их? Ну, на сегодняшний день есть диспетчерская служба, которая дает полностью информацию, по чьей вине было отключение, по нашей вине или по вине управляющей компании. То есть в интернете можно найти телефон? И в интернете есть справочные телефоны службы, где можно узнать эту информацию. Вот сейчас Восточный уже начинает опрессовку, Зарика на очереди. Какие прогнозы можно устроить там? Ну, конечно, идеальных сетей мы не ожидаем, и идеальных опрессовок. Часть сетей все равно будет подлежать ремонту. Поэтому как бы в обычном штатном режиме будут произвести ремонты. Но есть ли у нас какой-то район города, где меньше всего нужно трудозатрат? Я думаю, что сети везде одинаковые. Поэтому и износ их везде одинаковый. Приходится работать во всех районах города. Ну вот мы знаем, что готовится единый проект по ремонту ветхих сетей. А что он из себя представляет? Что за проект? На сегодняшний день, да, представлено в администрацию города проект десятилетнего плана, где по нашим обследованиям были выявлены сети, подлежащие ремонту. Я думаю, что данная программа будет утверждена и реализована. На сегодняшний день как бы уже этап этой программы начат, я считаю. Наша компания в пределах норматива 4% ежегодно сама выполняет ремонт сетей текущей, капитальной. На сегодняшний день 10 километров у нас в сети ведется к капитального ремонта и 4 километра текущего ремонта. Но мы знаем, что в этом сезоне опрессовка должна закончиться 20 августа. Вот есть уверенность, что вы укладываетесь в сроки и никаких сдвигов даты не будет? Компания прилагает все усилия. То есть мы постараемся... То есть уже окончательная дата будет видна... ...в горячую воду вовремя. Вот с таким же оптимизмом заведуем вам идти и дальше. Надеемся, правда, горячая вода поступит вовремя во все дома. Спасибо большое за эту встречу. Напомним, у нас в гостях был начальник отдела подготовки и проведения ремонта в тепло Тюмени Валерия Фиденко.